Это вторая часть обзора мема прошедшего года. Не видели первую? Переходите по ссылке. Без лишних предисловий. Поехали! За последний год Янчик стал звездой Рунета. Да, и прикинь, она мне говорит, мол, извини, ты мне не подходишь. Типа, я люблю накачанных парней. Я люблю накачанных парней. Братан, если что, это Инстаграм обрезает начало голосовухи. Ты не подумаешь, что я гей? Я гей. Инстаграм сильно обрезает начало голосовых сообщений. Я не гей. Я люблю, когда волосатые мужики обмазываются маслом. Еще после локдауна парень начал записывать скетчи на бытовые темы. Артистизм, креатив парня, умение находить абсурд почти в любой ситуации подрывают пукан бумером. Он вызывает в меня отвращение. Мне хочется его срать, болевать. Мне хочется его отпиздить. И, конечно же, залетает в топку молодому поколению. Зрители даже придумали челлендж. Угадывать концовку скетча или отчитываться о гениальности блогера. Максимально бесячий стиль. Нам поебать. Я королева этого мира, вы понимаете? Можно вас поцеловать? Не надо. Нет, не надо. Отсутствие моральных, социальных, да и физических тормозов привлекли к этим зависимым от запрещенных веществ молодым людям чересчур много внимания. Она кто? Девушка моей мечты, приятель. Она существует. Но, как знаете, иногда людям очень хочется трэша. Осуждаем. Когда закипели моря и небо разверлась шипящим пламенем, Олимп постигла незавидная участь и на закате эпохи греческие боги оставили семя. С первыми лучами солнца семя начало прорастать и, омытые свежим дождем, поднялись к небесам две руки. Папич стал настолько легендарной личностью, что оброс мифологии, на основе которой можно создавать собственную религию. За годы активного стримерства Папич стал для многих символом позитива из года в год. Вот тут верю, вот тут плюс, верю, уже верю, да, поверил. Всем привет. Опоздал немного. Соболезную. В 22-м году его каналы стали убежищем от негативной среды для сотен тысяч людей. И дело даже не в том, что Виталий какой-то особенный стример. Многие могли бы стать прототипом для образа мем-идола. Так сложилось, что за счет своей харизмы и поведения Папич раз за разом угождает в топы всех соцсетей. И даже те, кто не являются его зрителями, край муха слышали про блогера. Несмотря на то, что периодически Артас угождает в неприятные ситуации, он непринужденно реагирует на нападки и продолжает стабильно работать. Стример вместе со зрителями угорает со своего образа и еще больше подогревает интерес со стороны фанатов, которые недавно даже объявили о релизе новой игры, главным героем, который, конечно же, стал Папичком. Вот я! Вот я! История с этой звездной парочкой тянулась уже долгие годы. И сначала большинство поддерживали Эмберт Хюард. Солнышко, давай! Я тебя люблю, давай! Ты упрекали Джонни Деппа за его жестокое обращение с женщиной. Сам капитан Воробей, находясь в затяжной депрессии, не хотел разрастания конфликта. Но разгоняемые прессой и бомондом обвинения стали серьезно бить по репутации карьеры актера. Не нравится мне это место, капитан. Говорят, в этих водах орудует самый кровожадный пират. И он решил нанести ответный удар. Нихуя жуя, блять! Я въебал, блядь! Суд Хюард и Деппа стал сценой, за которой наблюдал весь мир. И, естественно, породил тонну кеков. Да, я Эмберт... Эмбер Лор... Я... Некоторые говорят, что Джонни расчетливо выждал нужный момент. Но даже если это и правда, только представьте, какой выдержкой нужно обладать, чтобы настолько низко опустить свою соперницу. Ты либо безумец, либо гений. Это две крайности одной и той же сущности. Вишенкой на торте стал мем с фекалиями на кровати. Кровати, нашей постели. И на моей стороне постели были человеческие фекалии. Это твой Цанбактар! Люди издревле поклонялись оружию. И в наше время мы становимся частью легенды под названием финка НКВД. Конечно, если вы всерьез воспринимаете эту инфу, то... Да, мифологизация легендарного ножа, которым пользовались чекисты, происходит уже на протяжении века. Хоть и невдомёк потребителям, что от оригинальной финки современное наследство осталось разве что форма. Финка – это маленькая финская женщина? И здесь? Кринжовые челленджи – неотъявляемая часть тиктока. И когда в таких мероприятиях участвуют не кучерявые зумеры, а пенсионеры, шансы войти в историю возрастают кратно. Какие звезды? Какие звезды? Да, ни одной звезды нет. В 2022 году жертвой трендов стала пенсионерка Фарида, или тётя Мотя, которая бросила рынок и решила заняться блогерством. Многие, увидев отрывок с фразой... Не говори так! ...захотели узнать, в чём суть конфликта. Но их интрига убила то обстоятельство, что это всего лишь артистичное чтение с экрана. Не говори так! Не говори так! Давай по новой, Миша, всё хуйня. Новый антигеройский сериал «Пацаны», наполненный социальной сатирой, стал свежим глотком в мире кинематографа. Эрик Рипко, ранее экранизировавший легендарных «Супернатуралов», всерьёз замахнулся обрушить все стереотипы DC и Marvel. И надо сказать, что у него получилось. Пацаны, вообще, ребята... Не, в натуре класс. Заебись! Умеете? Могёте просто! Мемы с Хоумлендером и его неповторимой мимикой, глубокие мысли с глубиной – всего лишь результат хорошей работы актёрского состава и съёмочной группы. Что-то уходит в небытие, что-то появляется и исчезает, а что-то становится классикой. Нового года не будет. Дед Мороз принял ислам. Но, видимо, даже классика приедается и пипл требует... В этом году появился какой-то странный белый медведь. Он матерился, оскорблял зрителей, потом и вовсе объявил, что он собирается устроить конец света. То, что я хотел уничтожить планету, это правда. Я уже построил супер-мощный лазер, который уничтожит вашу планету 27 декабря. А потом перенёс его на Новый год. О, чуть не забыл. Новый год отменяется. Подарков не будет. Весер оффл в том, что персонажа позаимствовали из детского игрового канала. А голоса, это уже давно ставшие популярным, будут из телеги. Да. Алё. Да-да. Ну, как там с деньгами? Как с деньгами-то там? Чё с деньгами? Чё? Куда ты звонишь? Тебе звоню. Кому? Ну, тебе. Кому тебе? А вот тебе вот. Мемы загадки едва ли не самый почитаемый стиль в Рунете. Чего, блядь? Обычные шаблоны – это идея, которая должна быть понятна большинству зрителей. И как же сладок запретный плод трофла над непросветлёнными, которых триггерит непонятное лицо с деревом или дерево с лицом? Что это вообще такое? В 2017 году компания по производству мобильных игр запустила рекламу с таинственным деревом и преклоняющимся перед ним рыцарем. Хоть тогда реклама была посвящена игре Stonefall Age of War, позднее компания начала пихать арт в рекламу ко всем играм, добавляя при этом кликбейтные заголовки. Например, если вам дольше 25 лет и у вас есть компьютер, это игра для вас. Люди деревья 500. У вас есть компьютер и вам 25 лет. Это игра для вас, уважаемые игроки. Дуп. Дальше. Все, кто проходил игру, бесило, что никакого дерева там не оказывалось. Реклама стала настолько навязчивой и популярной, что из дерева в арте сделали угарный мем под названием «Мудрое дерево». К тому времени сам мем потерял свой основной смысл в виде пофигизма и стал классическим абстрактным мемом из тиктока. Большое спасибо за просмотр. Если вы любите мемы так же, как и я, ставьте лайки. Впереди много интересного. С вами был Мем Просвет. Пока. Субтитры сделал DimaTorzok